Сегодня у нас, значит, второй день нашего интенсива. Напоминаю, что вчера мы посмотрели, какие есть такие логические инструменты, как нам ориентироваться в ситуации, когда мы начинаем автоматизацию тестирования. У нас было такое, по большому счету, больше теоретическое занятие, где просто рассказываем, как бывает, на что имеет смысл обращать внимание и так далее. Сегодня у нас занятие такое более практическое, где мы немножечко повторим то, что мы вчера проходили, закрепим и начнем уже проектировать тесты. Какой у нас на сегодня маршрут? Также напоминаю, что длительность у нас 2 академических часа или 1,5 часа обычных. У нас сегодня будет 8-минутный перерыв. Сначала что мы сделаем? Сначала я расскажу вам, какая у нас есть задача, для чего мы будем писать тесты. Потом эти тесты с вами все вместе попробуем задизайнить, что вы предложите, что мы сможем сделать. Дальше у нас будет небольшой перерыв. И потом мы будем эти тесты писать. Сначала мы начнем писать тесты, как будто бы перед нами чистый лист, с чего вообще люди начинают. Понятное дело, что когда у нас уже есть какой-то существующий фреймворк, когда у нас уже есть какие-то существующие автотесты, я не знаю, конечно, как вы, напишите про свой опыт, но первое, что люди делают, обычно копипастятся. Вот они едят тест, что-то похожее, копипастятся, что-то там делают. Когда у нас чистый лист, ситуация несколько иная. И сегодня мы с вами этот чистый лист попробуем преодолеть. Я расскажу, как я обычно начинаю. Опять же, в этом конкретном случае нету особенных каких-то практик, по крайней мере, я не встречала. Как, собственно, люди начинают с чего? Ну вот расскажу, с какими я за свой опыт сталкиваюсь с сложностями, почему вот я начинаю так, как начинаю. Ну и, собственно, мы начнем писать эти тесты, посмотрим, познакомимся с паттерном PageObject. Вот. Такой вот у нас маршрут на сегодня. Итак, перед тем, как ничего у нас еще с вами нету, мы сначала задаем себе некоторые вопросы. Их можно задавать себе на старте автоматизации, но на самом деле на любом этапе. Если у вас уже есть какие-то автотесты, если вы уже имеете к ним какое-то отношение, например, как их такой условный пользователь, например, инженеры по ручному тестируют, часто там результаты анализируют, например, прогоны анализируют, или вы уже, например, инженер по автоматизированному тестированию, в любом случае некоторые вопросы имеет смысл себе задать на любом этапе. Напишите, пожалуйста, как вы считаете, какие? Мы вчера с вами обсуждали, да, на что имеет смысл смотреть, да, с теоретической точки зрения, когда вообще, в принципе, начинается любой проект по автоматизации и тестированию, да, по каким направлениям. Вот. Давайте так, я вам дам две минутки и посмотрю, что у нас будет с ответами. А потом расскажу, собственно, какой я для себя здесь вижу ответ, как, с чего начинаю я. А я начинаю это уже в четвертый раз, четвертая компания, где у меня автоматизация и тестирование с нуля. Вот. Поэтому у нас где-то минутка есть написать в чатик, с чего мы начинаем. Про что мы должны помнить, когда какие требования у нас есть к нашим автотестам, что мы хотим получить на выходе, какие нам инструменты могут помочь в этом. Так, сейчас, секунду, секунду, секунду. Так, наверное, сделаю, чтобы все видели, где у нас тут чатик потом. Так, коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы поняли вопрос. Может быть, у меня с задержкой что-то приходит. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Вопрос оказался, может быть, непонятным, может быть, что. Давайте тогда как-то проясню, собственно, в чем здесь история. На что имеет смысл обращать внимание, с чего мы сначала вообще, в принципе, начинаем. Я напоминаю, да, что полезные тесты – это только те, которые запускаются регулярно, поэтому один из первых вопросов – как мы эти автотесты будем использовать. То есть мы автотест еще не написали, но уже думаем про то, как их использовать. Второй вопрос – это что у нас с API? Есть ли у нас API? Планируется ли у нас API? Может быть, у нас его нет, но это реально сделать. Опять же, с этим тоже сталкивалось часто, когда изначально API для цели автоматизации тестирования не предоставляется, то есть он не планировался, он, в общем-то, и не нужен был. Но, тем не менее, можно обратиться к разработчикам, к TeamLead, например, и как-то про этот API договориться. Это, как правило, в текущих реалиях это уже такая задача довольно быстрая, тем не менее полезная. Дальше мы задаемся вопросом, где нам взять сценарии. Да, опять же, в разных командах, компаниях по-разному. Если мы говорим про скрам, да, про гибкую разработку, то там сценарии иногда формируются вместе с командой и являются, по большому счету, исполняемыми требованиями. Это одна еще из потенциальных функций автотестов – это, собственно, вот эти вот исполняемые требования, да, такой вот интересный вариант. В некоторых компаниях сценарии пишут, тестировщики передают их автоматизаторам. Такой кейс тоже реалистичен. В некоторых компаниях автоматизаторы, ну, как такой гибридный момент, да, то есть человек, с одной стороны, является сам там ручным тестировщиком, с другой стороны, он же является автоматизатором. То есть иногда тестирует руками, иногда тестирует, ну, иногда какие-то автотесты пишет. Вот, но в таком случае, понятное дело, что он эти сценарии пишет сам. Вот, опять же, это кажется довольно понятный момент, но, тем не менее, вот это вот, Сценарный конвейер, про него имеет смысл думать, он тоже должен быть налажен. Опять же, я всегда всем рекомендую, это один из моих любимых инструментов, это пирамида тестирования, мы вчера ее разобрали чрезвычайно подробно, на мой взгляд, но сегодня к ней еще чуть-чуть вернемся. И какой у нас будет язык, фреймворк и паттерн проектирования тестов? С чего в нашем случае, как вы понимаете, как бы я ответила на эти вопросы? Как будут использоваться автотесты? Ну, потенциально, опять же, после нашего курса, может быть, уже сейчас кто-то из вас умеет, мы сможем к Дженкинсу эти тесты прикручивать, да, и таким образом, даже если нету никакой практической инфраструктуры, потенциально вы сможете это сделать самостоятельно. Будет ли API сегодня? Да. Ну, это я специально так подобрала, чтобы он был. Где взять сценарий? Чуть-чуть попозже мы с вами эти сценарии попробуем написать вместе. Опять же, я накидала какую-то рыбу, но будет здорово, если мы это немножечко поправим. Пирамида тестирования – это то, с чего вообще, в принципе, все начинается. И что у нас языком, фреймворком, паттерном проектирования? Так как у нас курс, который в большей степени посвящен паттерну PageObject, мы его разбираем достаточно подробно, и фреймворк, пайтест мы разбираем достаточно подробно, у нас есть немножко робота и BDD-подхода, да, просто как альтернатива, чтобы у студентов было, на мой взгляд, достаточно полное представление о том, какие дела обстоят в мире автоматизации на питоне. Вот. Но так как у нас с вами, да, основной упор, да, такой достаточно популярный – это по тесту PageObject, сегодня мы будем делать вот это вот. Так, с требованиями мы определились. Итак, что у нас дальше? Напоминаю пирамиду, если вдруг кто-то забыл. Вот, кстати, перед вами здесь Роберт Мартин, он же был создателем первой пирамиды, которую мы выделили вчера, да, которая из трех блоков, она была от 2004 года. В текущий момент, в 2011 году, он свою пирамиду эту адаптировал, да, и сделал ее более подробной. Про нее тоже имеет смысл помнить. Исследовательские тесты подразумеваются, это эксплоры, три тестинки, если слышали, да, это один из вариантов ручного тестирования. Вот. С подсистемными тестами он имеет в виду, там, гуишные тесты, их иногда N2N называют. Вот. Ну и дальше есть разделение на интеграционные тесты и компонентные тесты, да, и потенциально компонентными тестами мы их можем тоже с вами автоматизировать, это все тесты API. Вот. Где компонентные тесты – это тесты, как правило, вот, например, если у вас микросервисная архитектура, вам эта пирамида может очень даже пригодиться, да, то есть у нас есть микросервис, когда мы тестируем только микросервис, это вот в данной конкретной пирамиде бы называлось компонентные тесты, да, вот мы микросервис подняли, там его что-нибудь и не замокали, его API продергали по-разному, компонентные тесты. Интеграционные тесты в данном случае бы что из себя представляли? Ну, вот у нас есть два микросервиса, например, да, сюда что-то на вход, они там между собой как-то пообщались, здесь что-то на выход. Вот в этом случае это могли бы называться интеграционные тесты. Ну, а понятно, системно это вот все вместе. Вся такая большая история. Вот, опять же, важно понимать, что вот эти границы, которые здесь нарисованы четкие, да, они достаточно условны. Как вообще родилась вот эта пирамида, почему она так пришла? Собственно, Роберт Мартин, он же автор первой книги как «Succeed with Agile», если я ничего не путаю, да, он же автор принципа солид, точнее, по его мыслям, в общем-то, был этот метод спроектирован, да, подход к проектированию программного обеспечения. Он исследовал самые успешные автотестирующие системы, как там пишут тесты. Усперил, проводил вот это такое исследование, в общем-то, это как классифицировал, и вот такие пирамиды у него появились. Вот, с пирамидой мы разобрались. То есть помним, что мы будем стараться проектировать в рамках этой пирамиды. Опять же, сегодня и в нашем курсе мы сфокусированы на вот этом блоке системные тесты, да, с ГУИ, опять же, потому что это, во-первых, востребовано, а во-вторых, далеко не в каждой компании вы столкнетесь с пирамидой. Хорошо бы, если в каждой, но, в общем, опять же, в некоторых компаниях очень много UI-ных тестов, нет интеграционных, им это окей. Вот, то есть достаточно разнообразен мир автоматизации тестирования в этом смысле. Пирамида – это не серебряная пуля, не панацея, но, тем не менее, ее неплохо иметь в виду. И посмотрим на PageObject. Значит, что мы сегодня будем автоматизировать? У меня не получилось найти какой-нибудь симпатичный сайт, где мы могли бы один и тот же сайт протестировать через UI или через API. Мы можем его тестировать через UI, но там достаточно заморочно получить доступ к API. Ну и наоборот, кто-то какие-то сайты предоставляет для API, ну, API предоставляет, да, UI в них нет. Вот, например, Swagger. Может быть, кто-то из вас его узнал. Вот здесь. Что мы сегодня с вами будем делать? Соответственно, у нас сегодня с вами маленькая-маленькая функциональность, которая называется «Пользователь может залогиниться». И это, кстати, довольно интересный случай. Про это обычно, как вы понимаете, ни разу не встречала, по крайней мере, в своем опыте, да, в какой-то своей практике, чтобы люди как-то сильно заморачивались с автоматизацией логина. Как правило, какие-то буквально 2-3 теста делают, что логин работает, ну, и ок. Вот. Я, в принципе, UI мало тестировала, поэтому тоже не вполне репрезентативная, получается, выборка. Вот. Сегодня мы с вами на этом сконцентрируемся. Кстати, у меня тоже к вам вопрос. Есть ли у вас в вашем проекте, где вы сейчас работаете, автотесты на авторизацию, да, на логин? Поэтому как мы поступим? Вот я нашла такой сайт, который нам предоставит страничку с логина, это за интернет, сайт специально придуманный, как вы, может быть, видите, да, powered by, не знаю, видно тут мамышку, powered by Selenium. Это, в общем, такой довольно интересный сайт, я вам его в любом случае рекомендую, потому что там всякие разнообразные формы, которые вы можете потренироваться, автоматизировать Selenium, чтобы потренироваться с различными элементами, потому что есть элементы достаточно простые, как вот мы видим здесь, да, элемент текст, элемент пассворт, текстовые поля, да, и кнопочка логин. Вот, а бывают элементы всякие разные интересные, вот на этом сайте они очень хорошо представлены. Сайт я вам тоже пришлю, пусть он у вас будет в запасе. Также мы API на сегодня, не знаю, дойдем или не дойдем, постараемся дойти, но как получится. Будем тестировать API, это у нас Swagger, они тоже предоставляют, в общем-то, какой-то тест в API, чтобы вы просто могли познакомиться с продуктом. Никакой серьезной функциональности он, в общем-то, не обладает, там, по большому счету, стоят заглушки, то есть там нельзя создать пользователя, он не будет его там в базе данных где-то создавать, чтобы потом этого пользователя перезапросили. Вот, но нам скорее важно понять смысл, как вот происходит вот этот вот момент, от момента мы примерно поняли, что мы хотим, от автотестов, и к моменту вот мы их уже закодировали, вот как они выглядят, да, чтобы вот пройти весь этот путь. Поэтому для таких целей он, в принципе, ок. Вот, поэтому у меня к вам такое вот предложение. Давайте, пожалуйста, попробуем написать сценарии. Я вам на это дам 5 минут. Я какие-то сценарии тоже сама написала, на случай, если что-то пойдет не так. Вот, но попробуйте, пожалуйста, какие бы вот вы для формы логина придумали сценарии. Напишите их в комментариях. Что бы мы с вами могли тестировать? Автоматизировать, тем более. Спасибо. 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 Вижу позитивный сценарий логин с валидными данными. Вы совершенно правы. Спасибо. Спасибо. Какие-то еще, может быть, есть варианты? Я помню в какой-то момент на одном, даже на нескольких собеседованиях мне задавали такой вопрос. Вот если у вас есть, например, один логин, в смысле у вас есть какой-то ограниченный, ну, вот форма логина, да, тоже надо ее протестировать, придумать с ней тест-кейс, у вас есть всего три теста. Какие тесты вы проведете? Да, вот такие вот интересные обстоятельства. Соответственно, вопрос, какие тесты вы проведете? Вижу с невалидными полями, с пустыми полями, да. Денис, добрый вечер. Логин с корректным, конечно. Самый первый тест – это тест на валидность. Вы тут совершенно правы. Что если пользователь, он существует, он может войти. Да, и вторые тесты, действительно, это некорректный логин или некорректный пароль. Вот. Forgot password page – это проверить вот это, что кнопочка есть, что можно восстановить пароль, да, я так понимаю. Да, как вариант. Это вот первые три теста. Мы их можем автоматизировать. Как бы вы считаете, что бы вы еще могли автоматизировать здесь? Да, Денис, спасибо. Еще, может быть, какие-то есть тесты? Как бы вот их вы автоматизировали? Опять же, вот мы сейчас с вами можем фантазировать. Мы здесь как раз для этого. Вот эти тесты, их надо делать UI или API? Или какие-то UI, какие-то API? Как вы считаете? Спасибо. Вижу ответ про API. Так, еще, какие есть варианты? Мы сейчас с вами обсудим, как это лучше сделать. Опять же, как бы поищем, что мы выигрываем. Что выигрываем и что проигрываем, да, что приобретаем, что теряем. Вижу от Дениса тест на тысячу, а, 10 тысяч залоченных попыток. Это интересно, но это не совсем про функциональное тестирование. Это, по-моему, ближе к тестированию безопасности. Ну и сейчас про самые такие вот функциональные тесты. Как там, помните, тестировщик заходит в бар, заказывает много-много кружек пива. Вот это вот все. Как вы считаете, будем ли мы делать такие тесты UI? У нас с вами такая возможность есть. Надо ли их делать UI, как вы думаете? Угу, вижу ответ от пользователя 227680. Зависит от требований. Например, если есть требования к неактивности кнопки при пастых полях, то UI. Вы совершенно правы. Очень важно ориентироваться на требования. Очень важно ориентироваться на требования. У нас с вами требования, ну, как вы понимаете, требований как таковых нет. У нас есть здравый смысл. Вот, но тем не менее, если есть требования, они всегда добавляют нюансов в тесты. Денис считает, что надо, причем надо капсом. Это такое серьезное надо, видимо. Очень надо. Как вы думаете, могли бы мы здесь какие-то вот, вот в таком случае, могли бы мы какие-то интеграционные тесты написать? Вижу от Дениса еще один сценарий на предложение, что длина меньше тысячи, да? Логин. Длина должна в тысячу укладываться, если я правильно поняла вашу запись. Так. Так. Интересный комментарий поступил. от пользователей 214646 UI информационное сообщение. Если я правильно понимаю вашу мысль, важно в UI проверить. Ну, мы будем это тестировать через UI, чтобы увидеть, что пользователь получит корректное сообщение. Да, что в случае, если валидный, там что-нибудь зелененькое загорится, или если не валидный, красненькое, например. чек, что-нибудь, да, это важный момент, важно не забыть про это сообщение. Поэтому в UI здесь есть смысл. Угу. Так, хорошо, давайте, наверное, еще вот 20 секунд, если мне что-нибудь еще придет, обсудим. Но пока да. Хороший текст сообщения, вы совершенно правы. Не, как иногда там символами. Текст должен быть читаемый, внятный, понятный. И вы, как человек, его должны понять. Совершенно верно. Это вы уже про ожидаемый результат в этом смысле. Да, что у нас как бы в качестве ожидаемого результата, ожидаемого поведения, что там, если все окей, нам придет, что нормальный. Нормальное сообщение, если что-то пойдет не так, что-то пойдет не так. Угу. Про интеграционные тесты пользователь 214646 добавил, что соединение и ответ от смежной системы. Соединение и ответ от смежной системы. Ну, в общем, да. Да, если мы знаем архитектуру, да, то мы уже можем писать интеграционные тесты. Если мы архитектуру не знаем, то с интеграционными могут быть сложности. Ну, в общем, в целом, да, на этапе интеграционных тестов, вот всякие разные там сбой и так далее, они хорошо тестируются. Это удобно тестировать. Удобнее, чем вот все вместе, одно там что-то выключило, вот оно стало рассыпаться. Денис ушел в какую-то интересную форму записи. Я вас, Денис, честно говоря, сейчас не очень понимаю. Не очень понимаю. Ну, ладно, сейчас по ходу пьесы разберемся. Если что, мы сейчас будем эти тесты прям записывать, поэтому добавим, как это будет выглядеть. Ну, соответственно, как бы я вот это примерно сделала, да, как бы я раскидала. При апи-тестировании комментарии от пользователя 227680 при апи-тестировании можно проверять в BD. Да, совершенно верно. Когда мы тестируем апи, мы уже совершенно спокойно залезаем, куда мы хотим, там, в базу данных, к примеру, мы можем залезть, или в какие-то другие хранилища, если у вас не база данных. Когда у нас тестируется UI, в принципе, в базу данных потенциально тоже можем залезть, например, какой-то результат провалидировать. Вот. Но это делается несколько реже, и когда у нас тестирование UI, как правило, подразумевается, опять же, тут разный есть у людей опыт, но вот со своей, могу сказать, да, из своего информационного пузыря, да, когда у нас идет тестирование UI, мы стараемся каких-то сильно лишних проверок там где-то внутри не делать, то есть это именно тест-система. Я как пользователь, вот я зашел, вот мне пришло в ответ, что там внутри не очень интересно. Чем ниже мы погружаемся, тем больше технических вот этих ниточек у нас появляется, поэтому, когда мы уже начинаем тестировать API, мы уже можем залезть в базу данных, там где-то что-то, данные поменять и так далее. UI, как правило, так делать не принято. Вот. Но есть разный опыт на этот счет. Вот в моем информационном пузыре не принято. Вполне допускаю, что где-то делают. Так. Что значит, как бы я вот, например, сформулировала? Ну, во-первых, действительно, корректные логины пароля – это первое, что приходит на ум, да, что если человек зарегистрировался, он, в общем-то, доступ получит. Второй у меня – это некорректный пароль. То есть логин корректный, пароль некорректный. Так мы проверяем, что пароль вообще, в принципе, ок. Ну и последний тест – это незарегистрированный пользователь. Вот. То есть какую-то часть я бы также проверяла с UI. Во-первых, в параметре тестирования он есть. Это важно проверять UI. Совсем мы от него, естественно, не отказываемся. Это очень важная часть. Вот. Но, опять же, ну, все проверять через UI, на мой взгляд, является излишним. То есть, например, есть же еще там пустой логин и пароль. Там корректный логин, пустой пароль, допустим. Тут уже начинаются какие-то варианты именно тестирования разных комбинаций. У меня почему-то дублируется незарегистрированный пользователь, но допустим. Дальше мы начинаем проверять разные варианты логина. Вот, опять же, что нижнее подчеркивание у нас проходит. Тут логин просто корректный там может быть. А если что-нибудь, да. Вот. Начинаем тестировать какие-то еще данные. Вижу там тут про длину сообщения, да. Опять же, это мы уже можем на уровне API тоже тестировать. Логин с неволидным символом. Вот сегодня, когда готовилась, посмотрела, кто как рекомендует тестировать, если вот действительно как-то подойти к тестированию логина, так сказать, основательно. Есть такой момент, что обязательно в логине вот этот символ, если у вас e-mail не предполагается в логине, его почему-то быть не должно. Вот в нескольких рекомендациях по тому, как это тестировать, встретил такой интересный момент. Я, кстати, не знаю, с чем это связано, честно говоря, но вот скорее как факт. Скорее как факт. Если есть какие-то требования к логину, опять же, да, вот кто-то очень верно написал, и какие у нас требования. Вот если есть какие-то требования к логину, мы их тут все начинаем тестировать. Дальше по граничным значениям мы их, разумеется, будем тестировать, да, там по тому, что мы передаем корректные, некорректные типы данных, там, и так далее. Вот, говорится, кто во что гораздо. Вот. У нас с вами задача написать полный-полный объем тестов, да, максимально полное покрытие, сегодня нет, скорее познакомиться. Поэтому, наверное, начнем с чего-то такого. Вот. Совершенно верно тоже хочу отметить, что про ожидаемое поведение. В случае, когда мы тестируем API, конечно, нам там, скорее всего, какой-то return код возвращает. То есть минимум это должно быть 200. Максимум там, как правило, в BAD что-нибудь пишут, типа какое-то сообщение. Вот. UI должна отобразить совершенно валидное сообщение. Тут уже зависит от того, как систему проектирует. Из того, что я встречала, что могу сказать. В некоторых случаях в API возвращается то сообщение, которое должен нам в итоге показать UI-фронт, да, там какой-нибудь красивый, например, вывели некорректный пароль. И там как-нибудь его красненьким подсветить. Вот. В некоторых системах при проектировании API, например, возвращает, допустим, там, вот, несрегистрированный пользователь. Что мы ожидаем? Ну, как-то по логике 404 not found. Опять же, можно по-разному, но вот почему-то кажется, что 404 not found будет логично. И уже получив этот 404 not found, UI должен его обработать и в соответствии с этим там какое-то сообщение вывести. То есть в зависимости от результ-кода бека это момент, как бы это вот событие, оно обрабатывается на фронте. Вот. Поэтому только API у нас, естественно, не получится, но и только UI тоже не получится. Почему? Тесты дорогие, тесты долгие. Тестировать там вот этот вот весь перебор с, опять же, нет требований, ну, допустим, там, с подчеркиванием, что можно, что можно с цифрами. Как правило, бывают требования не короче какого-то символа. У нас вот есть пустой логин, к примеру. Вот я когда регистрировалась, я же не помню, где, то ли, наверное, ну, неважно. В общем, где-то зарегистрировалась, хотел там двумя символами отделаться, не получилось. То есть есть, например, требование, что менее восьми символов не может быть логин, к примеру, да. У нас здесь этого теста нету, но этот тест вполне может быть написан. И, как правило, это, конечно, на уровне бека принимается логика, принимается решение. И, значит, на уровне бека и должно тестироваться. Это мы можем делать с помощью API. Опять же, в случае, если у вас на этапе UI принимается решение, это реже, но встречается, насколько я могу судить, тогда вам придется расширять набор UI-ных тестов, как вы понимаете. Это сложнее. Это сложнее в плане поддержки. В плане написания тестов мы сейчас посмотрим, как это выглядит, с чего все начинается, с чем заканчивается. Но, тем не менее, сложнее. Про интеграционные тесты. Опять же, мы сегодня с вами просто помним, знаем, что они есть. Сегодня мы их с вами писать не будем совершенно точно. Я надеюсь, что мы дойдем до API. У нас задача минимума – это написать UI-ные тесты, посмотреть, как это выглядит. На этапе API у нас задача просто хотя бы в уме держать, что мы где тестируем, наши задачи минимум. До интеграционных мы не дойдем. Но, опять же, если вы знаете устройство, архитектуру вашего продукта, интеграционных тестов надо писать, конечно, побольше. Опять же, когда мы здесь пишем API, вот эту тему с пользователем и так далее, если у вас есть небольшой микросервис, который это отвечает, вот вы все вот эти пустые логины, непустые пользователи с какими-то сообразными символами, вы можете эти же тесты… То есть суть тестов – та же самая. Вы их можете тестировать на этапе интеграционном. То есть у вас поднимается микросервис, допустим, к нему какая-то база данных прикручивается, и вы его обложили вот этими тестами, которые проверяют вот это многообразие входных данных, что он отрабатывает корректно. Вот. В случае, если у вас, например, только фронт и бэк, это уже понятно, просто будут API-тесты, ну, в какой-то литературе их называют приемочные, в какой-то их бы назвали интеграционные, да, тут тоже вот есть некоторый момент неоднозначности, к сожалению, ну, пока. Вот. То есть тут изолировать полностью бэк не получится в том смысле, что от чего изолировать, он у нас один такой, вот, поэтому это были бы API-тесты. То есть, видите, опять, даже вот сейчас, проектируя такую вот воображаемую систему, у нас очень сильно зависит, автотесты, в принципе, очень зависят от контекста, как у вас выгодно действовать конкретно в ваших обстоятельствах, на ваших продуктах. Микросервисная архитектура, там, бэкфронт, ну, как правило, да, сейчас часто встречается бэкфронт и микросервисная. Если у вас монолит, ситуация как бы усугубляется, возможно, вот все тесты, которые сбоку, от них, может быть, придется или отказаться, или перетаскивать их UI. Потому что с монолитами, опять же, есть свои сложности. Вот, наши с вами обстоятельства понятны, какие у нас есть варианты, разобрались. Таким образом, первая часть, такая более-менее короткая, у нас с вами подошла к концу. Так, сейчас у нас будет перерыв примерно на 8-7 минут, может быть, даже 8-10 минут. Пользователь 207575 написал, что он бы еще проверил простенький CSS. А, XXS. Да, как вариант, как вариант, там есть где покопаться, есть с чем позаниматься. Все, уходим на перерыв. Жду вас через 8 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 И сейчас вот те самые тесты, которые мы с вами понаписали. Время Пайчарма. На этом у нас презентация на сегодня по большому счету заканчивается. Мы к ней вернемся только в самом кайце. А сейчас мы будем смотреть, что у нас есть в Пайчарме. Это, кстати, тоже один из вариантов, как у нас, в принципе, происходит обучение. Этот человек сидит и что-то пишет перед студентами, как-то это комментирует, периодически задавая какие-то вопросы. Да, у нас еще есть такой вариант. Сейчас я тут чатик закрою, чтобы он не смущал. Значит, с чего все начинается? Во-первых, напоминаю, у нас сейчас будет свой пайтест. Как правило, большинство знакомых мне автоматизаторов пишут в Пайчарме. Это IDE-шка чрезвычайно удобная. Есть некоторые, кто пишет в S-коде. Это скорее исключение, но тем не менее такая возможность есть. Кстати, если из вас кто-то тесты пишет, напишите, пожалуйста, на питоне. Напишите, пожалуйста, чем вы пользуетесь. Интересно посмотреть. Значит, что мы делаем с самого начала? С самого начала у меня уже тут все предустановлено, но я тем не менее проговорю, с чего все начинается. Мы устанавливаем, вот у меня даже окошечко подготовлено, устанавливаем Chrome Driver. На Mac это делается командой brew. Вот, brew install. Вот, опять же, в принципе, я думаю, с этим все справятся. Как правило, каких-то сложностей нет. Вот, можно Chrome Driver скачать, например, там где-нибудь на сайте, собственно, Chrome Driver, да, и себе замечательно установить, добавить это в переменную паз, если мы говорим про Windows. Вот. И, кстати, про Linux, наверное, тоже. О, вижу, кто-то с S-кодом пользуется. Да, интересно, интересно. Вот, добавить это в переменную паз, да, чтобы, собственно, был доступ к, значит, Chrome. С чего все начинается? Сначала первое, что мы делаем, как мы помним из презентации, сейчас я напомню для тех, кто, может быть, присоединился к нам немножечко позже, мы будем вот эту вот страничку, вот этого своеобразного за интернета, будем эту страничку автоматизировать. Как бы из чего все начинается? Самое-самое начало. Вот перед нами, например, пустой лист. Где он у меня тут? Где мой пустой лист? Вот он. Да. Что важно здесь? На что мне обратить ваше внимание хочется? Да, во-первых, нам нужно поставить себе все необходимые библиотеки для того, чтобы тесты разрабатывать. Какие это библиотеки? Вот у меня здесь есть такой файл requirements, да, это, естественно, PyTest, это Selenium, это библиотека Request, это из тех, которые нам совершенно точно понадобятся. И в случае, мы сегодня с вами с базами данных никак взаимодействовать не будем, но в случае, если вам что-то нужно с базами данных, это еще какие-нибудь MySQL библиотеки. Закрываем requirements. У меня, соответственно, все проставлено. Сначала мы открываем наш сайт. Вот он у меня здесь подготовлен. Оп. Не тут. Где-нибудь тут у меня был. Так, вот. Переходим на этот сайт и начинаем его исследовать. Да. Как это происходит? Как, в принципе, происходит исследование сайта, да? У нас есть такой замечательный инструмент с помощью F12, его можно открыть, который нам показывает, что из себя страничка представляет. Берем, вот видите, здесь, да, такой вот символ, не знаю, как его, стрелочка, да, и смотрим, собственно, как мы можем получить доступ к элементу. Что нам важно? Нам важно понимать, как мы с этим элементом будем взаимодействовать. Так как в данном случае сайт такой, сделанный для учебных целей, он предоставлен селениумом, да, по большому счету, вот. То здесь все сделано очень красиво. Например, вот мы наводим на поле, да, инпута текста, и вот вы здесь видите, вот, ID, например, паспорт, да, или вот здесь ID, юзернейм. То есть в идеале, когда у каждого элемента есть ID-шник или нейм. Это очень хороший случай, потому что это сделает ваши тесты более слабильными, стабильными. Иногда бывает, что вот эти ID-шники не прописываются. Иногда они не прописываются, потому что это технически довольно непросто сделать, да, там с помощью разного разных элементов генерируется во время страницы, да, вот как страница загрузилась, там есть, по-моему, АЯКС. Я довольно посредственно знаю эту технологию, но вот, насколько могу судить, ID-шники генерируются вот во время того, как страницы загружаются, о, прошу прощения, элементы. И вот к ним прикрутить ID-шники может быть сложно. В этом случае можно пользоваться X-PASS, можно через CSS искать элементы. На элементы, какие еще у нас есть варианты, да, на элементы можно навешивать меточки. Например, опять же, из моего опыта, в одной компании по какой-то причине нельзя было прописать ID-шники, я тут не могу сказать, по какой конкретно, но, тем не менее, к каждому элементу, который нужен для автоматических тестов, делали специальную меточку label, и по этой метке я могла найти элементы, чтобы с ними что-то сделать. То есть первое, с чего мы начинаем, любой проект, да, мы начинаем исследовать, как мы будем это автоматизировать. Вот, тут у нас все в этом смысле более чем благополучно. Вот мы посмотрели с помощью F12, вот у нас есть эта кнопочка логин. Да, тут у нас все благополучно. Как это может выглядеть? Из чего, в принципе, опять же, я могу советовать всем это делать, потому что это просто удобно. Сначала у нас такой не тест, а такая портянка тестов. Если вы когда-нибудь, кстати, напишите, если у вас есть такой опыт, это интересно, проходили теорию баз данных, чтобы помнить, что там есть первая нормальная форма, вторая нормальная форма и третья нормальная форма, а еще есть четвертая нормальная форма помните, может быть, это из теории, вот. И там, значит, первая нормальная форма – это когда вообще все атрибуты в одной таблице, и дальше начинается там, например, таблица из одной во второй нормальный проект. Там уже несколько этих таблиц. И в третьей нормальной форме, если я сейчас ничего не путаю, это было, может, 12 лет назад, на третьей нормальной форме у нас уже таблицы по ключу друг с другом связываются. Там появляется primary key, foreign key, вот это через таблицу множественной связи какие-то строится там и так далее. То есть есть вот несколько таких форм. Когда мы разрабатываем тесты, я, по крайней мере, начинаю всегда с этого, но тут уже зависит тот опыт конкретного человека. Здесь все очень сугубо индивидуально. Я сначала выписываю самый-самый простой тест, который я хочу сделать. Я это делаю зачем? Во-первых, потренироваться с инструментами. В случае, если вы, например, первый раз начинаете что-то автоматизировать, вам будет очень даже полезно, на мой взгляд, потренироваться с какими-то самыми элементарными функциями, с какими-то самыми элементарными объектами. Вот в данном случае что мы здесь видим? Мы здесь создаем драйвер, у нас Chrome. Мы его, помните, проинсталлировали. У меня здесь вся портянка будет со слипами, чтобы когда тест запускался, мы могли его посмотреть. Дальше у нас есть такой метод get. Мы, как вы видите, переходим на эту форму по этому адресу. У нас есть юзернейм и пароль, откуда я их знаю. Опять что, не тот браузер открываю. Сейчас посмотрим, откуда я их знаю. По-моему, там у них написано прямо на этом сайте. Что такое? Chrome себя как-то странно ведет сегодня. Как-то странно себя ведет. Вот. Да, здесь мы видим, что вот откуда мы берем пароль, откуда мы берем логин. Опять же, зачем нам это нужно? Казалось бы, элементарное действие. В некоторых компаниях уже на этом этапе у вас могут возникнуть сложности. То есть, на мой взгляд, наша задача – это вот двигаться поступательно для того, чтобы на каждом этапе свои сложности, пытаться их разрулить. Иногда вот эти даже… Как создать пользователя? Где его взять? Если вы работаете в сфере банковского программного обеспечения, то там иногда это вопрос такой… Ну, нескольких дней, например. Опять же, у меня такого опыта нет. Мне как-то вот на одном из… На двух собеседованиях мне кандидаты рассказывали, что у них вот были с этим сложности. За счет вот этой огромной секьюрности, даже доступ к логину и паролю, казалось бы, получить очень непросто. Дальше мы начинаем смотреть… Ну, мы с вами все получили. Да, вот на этом этапе мы его преодолели успешно. У кого-то в этот момент может быть барьер потенциально. Что происходит дальше? Дальше мы ищем элемент по ID-шнику. В нашем случае ID-шники чрезвычайно простые и симпатичные. Они как раз до учебных целей. Как вот видите, здесь у нас, соответственно, переменная, в которой лежит, которая ссылается на объект. Там у нас, в общем-то, юзернейм. И вот есть такой метод sendCase, метод у элемента, который будет заполнять вот этот вот наш текст, текстовое поле. Дальше снова slip, аналогичный столе с паролем. Вот мы его здесь видим. И вот как интересно, как мы еще можем находить, кроме ID-шнику. Вот, например, button, нашу кнопку, мы можем найти, допустим, с помощью X-pass. Опять же, почему бы и нет? Вполне логичный вариант. Опять же, кнопку нашли, получили объект. И у этого объекта мы вызываем метод click, который по нему будет кликать. Как видите, у нас здесь в этом тесте есть логическая ошибка. Напишите ее, пожалуйста. Чего здесь не хватает? Пайтест сделан не полностью. Тут есть, ну, тут чего-то не хватает. Поясните, пожалуйста, чего здесь не хватает. Вот. Ну, и дальше мы браузер закрываем. Вот это то, с чего все начинается. Давайте мы запустим. Как вообще, в принципе, в пайтесте запускается, да? Пайтест, какие есть особенности этого фреймарка? Во-первых, важно, чтобы все лежало в каталоге tests. Насколько я знаю, этот параметр, он настраиваемый. Вот. Но из коробки работает вот так. Из коробки работает вот так. И у нас вот есть здесь тест-экземпл. Это, видите, самый первый. Первая нормальная форма теста, если так можно сказать. Вот мы его нажимаем. Выбираем, да? Test first. А, тест-экземпл он мне называется, да. У меня пока к вам вопрос, чего не хватает в этом тесте. Ну, помимо того, что он портянка и не симпатичный. Это понятно. С этим мы сейчас будем работать. Мы сейчас будем постепенно это выделять. Из этого как бы выходить на PyJobject. Но здесь чего-то не хватает именно логически. Как выглядит PyTest? Соответственно, вот сейчас мы посмотрим, как исполняется тест. Опять же, когда первый раз вы пишете тест, ваш самый первый тест, да, я вам рекомендую не проектировать сразу-сразу все, потому что вот даже, кажется, такую довольно элементарную вещь, как запустить браузер, тут иногда могут быть сложности. Поэтому, опять же, из моего опыта двигаемся медленными итерациями. Не хватает ассерта. Кто-то пишет, что неважно название каталога. Ага. Денис предлагает проверить, что все элементы существуют. Это тоже верное замечание, потому что если элементы не существуют, что мы, собственно, будем делать? Нам действительно не хватает, собственно, ради чего этот тест. То есть в каком случае он упадет? Сейчас, как вы понимаете, у нас тест упадет в случае, если, допустим, там не будет элемента. Опять же, у PyTest, у нас PyTest почему всегда со связкой с алюром? И вот сколько я знаю людей, кто пользуется PyTest, он всегда идет со связкой с алюром. Потому что его логи читать без алюра, на мой взгляд, довольно сложно. Опять же, если вы с ним давно работаете, тут это уже тоже вопрос привычки, но как-то непосвященному человеку читать это сложновато. Собственно, да, мы действительно видим, что тест пас. Вот он. Здесь специальный есть, даже зелененьким так симпатичным, высвечивается. Да, мы здесь видим, что мы нашли один тест, один элемент. Но у нас действительно нет вот этого момента, а что будет, если он упадет? Да, у нас вот этого момента нету. И у нас, если, например, вот я сейчас здесь ошибусь, ну, к примеру, даже не здесь вот, ну, да, какой-нибудь другой напишу айдишник, давайте посмотрим, что получится. Хотя, я думаю, вы и так это прекрасно знаете. Что у нас случится? У нас случится очень неприятная вещь, на самом деле. Вот вроде бы кажется мелочь, но из таких мелочей, на мой взгляд, строится достаточно устойчивая система, которые вот эти все автотесты запускают, чтобы их поддерживать. Как вы, наверное, видите, здесь уже у нас покраснело. Он не нашел соответствующий селектор. То есть, в принципе, читать... Errorа здесь реалистично, да, лог читать. Но браузер у нас остался висеть. А представьте, что у вас это... Ну, что вот у вас, допустим, какая-то такая ошибка произошла, у вас этих тестов 100 параллельно запускается, да? У вас развернут, например, Selenium Grid в облаке и так далее. Этих тестов очень-очень много. Но, конечно, вы можете систему вогнать в очень некомфортный сталь, потому что браузеры довольно ресурсоемкие. Если у вас, например, на одной машине их только запустилось, надо бы за собой, конечно, это все дело позакрывать. Совершенно очевидно, что с этим здесь есть сложности. Совершенно очевидно, что с этим здесь есть сложности. Давайте попробуем написать assert. Как бы вы это сделали? Напишите, пожалуйста, ваш вариант. Пока вы пишете, прочитаю комментарий от пользователей 214646. Если брать значение из тестовых таблиц, как организовать заполнение по циклу случайных данных? Где лучше хранить тестовую таблицу? Как можно увидеть, что поля заполнены корректно? Тот подход, про который вы сейчас спрашиваете, насколько я могу судить, если я вас правильно поняла, это подход Data Driving Development. В нашем случае Data Driving Testing, когда у нас отдельно лежат тесты и отдельно лежат тестовые данные. Я правильно поняла ваш вопрос? Это несколько иной подход. Сегодня мы будем рассматривать, в общем-то, вариант PayJobJet, где у нас пока данные от тестов неотделимые. На курсе у нас есть отдельное занятие, где мы рассматриваем этот подход, как их сконнектить с PayTest, что это из себя представляет. По большому счету, там есть такая фича параметризация. То есть сегодня конкретно мы это рассматривать не будем. Но вообще такая возможность в PayTest, разумеется, предусмотрена. Пользователь 207575 уточняет, что по дефолту PayTest ищет все, что начинается и заканчивается на тест, и там что-то еще по умолчанию. От текущей директории и перенастраивается в PayTest.ini. Это, я так понимаю, комментарий к началу нашего диалога о PayTest, что должна быть специальная папочка теста для этого. ConfTest.py. Вынести открытие и закрытие браузера, фикстуру, скопу на сессию. Да? Вы совершенно правы. Чувствуется опыт. Вы совершенно правы. Чувствуется опыт. Вот смотрите, вот у нас есть здесь этот файл confTest.py. Да? Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Опять же. Вот. Зачем вот важно управление из браузера и к фикстуре? Вообще, в принципе, вот эта вся политика с фикстурами. В PayTest это используется довольно часто. По большому счету, все фреймворки автоматизации, которые я знаю, это и PayTest, и Robot, и на Яви, по-моему, это тоже есть. На Sharp вот этого не было, и с этим были сложности. Что такое фикстура автотестовая, для тех, кто не знает? Это те действия, которые мы делаем до теста, и те действия, которые мы делаем после теста. Фикстуры могут быть, опять же, на уровне сьюта. То есть, вот, например, у нас есть тестовый набор, там, допустим, из 20 тестов. В начале сьюта мы открыли браузер, только в конце мы его закрыли. Это как один из вариантов. Или там данные какие-то, если мы Data Drive and Development используем этот подход, то, в общем, как один из вариантов, это можно в фикстуре эти все данные подгрузить. Например, опять же, из моего опыта, из общения с кандидатами, вот в одной компании как сделали, они в фикстуры, у них был большой скоуп данных, сколько-то там тысяч, если я сейчас ничего не путаю, и они в фикстуре их закидывали в базу данных. Вот у них был такой подготовительный этап, например. Ну, и дальше в тестах проверялись, там какие-то делали действия с этими данными, ну, и, в общем, как-то это все дело обрабатывали. Это все тоже можно сделать в фикстурах. Вот, это все тоже можно сделать в фикстурах. Так, что это из себя представляет? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что нам здесь важно понять. Что нам здесь важно понять. Вот, собственно, вы также здесь можете видеть вот такой вот с собачкой запись. Кто мне скажет, как это называется? Что это за манера записи такая? Ну, Dev это все, наверное, знают, да, это функция питания. А вот это что такое? Ну, помимо того, что действительно фикстура для пайтеста. Декоратор. Совершенно верно, это декоратор. Структурно это представляет из себя декоратор. 20, 75, 75, а вы и вчера были 20, 75, 75, да? Он, получается, один раз только присваивает вот этот вот ваш айдишник. Интересно. Ну, в общем, в любом случае, вы совершенно правы, это декоратор. Мы про это тоже, разумеется, будем с вами говорить, но не сегодня. Значит, идем дальше. Вот у нас, собственно, такой файл мы написали, он у нас уже здесь появился. Да, тут мы описываем как раз те самые фикстуры, то, что мы вообще, в принципе, хотим дальше с этим делать. Какой у нас может быть следующий шаг? Давайте посмотрим. Опять же, этих шагов может быть N. Я вот какие-то основные выделил, которые мне показались логичными. Сейчас обсудим, если что, что-нибудь поправим. У нас с вами такой некоторый интерактив. Так, смотрим. Что мы еще можем сделать? То есть, когда мы вот написали такую портянку, у нас там был по большому счету один тест. Один тест, который всего лишь проверял корректный логин и пароль. Значит, во втором шаге, опять же, мы сейчас с вами, асерты чуть попозже будем добавлять, хотя вы правы, они действительно нужны. Вот. На втором шаге, опять же, я обычно уже прикидываю, сколько у меня всего будет тестов. Сколько я вот за весь этот этап, сколько я хочу сделать тестов. Вот. В данном случае мы с вами обсудили, что было бы неплохо сделать там на корректный. Это самый первый тест, который мы делаем, да, самый важный тест, что зарегистрированный пользователь получает доступ к тому ресурсу, собственно, ради которого он зарегистрировался. Второй тест – это тест с невалидным паролем. Мы проверяем, что барьер, да, что какой-то ресурс охраняется барьером. Тут стоит сервер или там кто-нибудь, да. Но, опять же, пока без асертов, без ничего. Вот. И третий тест, про который мы тоже с вами говорили, опять же, это вот то, что я всегда делаю вторым шагом. Я прикидываю весь список тестов. Понятное дело, что мы их сейчас будем причесывать, потому что в таком виде это никуда не годится, но тем не менее. Напомните мне, пожалуйста, какой у нас был третий тест. Невалидный логин, корректный пользователь. По-моему, там что-то еще мы с вами обсуждали, было бы хорошо. Какой мы хотим сделать третий тест? Корректный. Проверили, что пускает того, кого надо. Проверили, что нельзя узнать где-то логин и просто так зайти и получить доступ. Что еще? Будем смотреть. Как вы считаете, какого теста не хватает? Теста, что некорректный пользователь не может зайти. Что-то у нас, может, мне, конечно, чатик притормаживает, но пока не вижу ответов. Как бы скажу сама, да, тест с некорректным пользователем. И сейчас попробуем такую же портянку запустить, чтобы посмотреть, сколько она у нас идет, и глазами проверить, что все, в общем-то, более-менее работает. Опять же, когда тесты дебажатся из своего опыта, все отсматриваем глазами, это довольно удобно. Ну, когда мы тесты запускаем, там есть специальный мод запустить без запуска браузера. Вот, то есть не надо это все будет запускать, он там сам. Это как-то с гридами связано, мы про это сегодня с вами говорить не будем, но потенциально такая возможность есть. То есть совершенно не каждый раз нужно вот сидеть и ждать, пока он там прогонится. Иначе отлаживать тесты с ними работать было бы, конечно, очень сложно. Вот, да, вот это большое-большое количество браузеров. Так, некорректный. Некорректный пользователь. Соответственно, смотрим, вот здесь мы проверяем, да, вот у нас здесь, собственно, появляются невалидные данные для конкретного пользователя. И в некорректном пользователе мы уже делаем не Том Смита, а там кого-нибудь, например, меня давайте напишем. Я-то знаю, что у меня там нет. И мы, как бы, мы же все равно делаем этот тест, почему бы не попробовать вот пароль, который есть существующего в пользователе. Я, конечно, сомневаюсь, что что-то там сильно изменится, но, может быть, вы помните эту шутку с башорга. Лет 15, мне кажется, назад я ее видела, может, там 10, да, когда человек попытался залогиниться, раз уж мы сегодня с вами про логин разговариваем так подробно, очень подробно, да, значит, человек попытался залогиниться, и ему, ну, зарегистрироваться, точнее, да, и ему пришел ответ, что, ну, вы не можете использовать этот пароль, вы используете пользователь там такой-то. Не знаю, насколько это правда. Я помню, что эта байка тогда, в общем-то, облетела в интернет. Но, тем не менее, как сказать, пометую о ней, и как наш маленький дар этому всему, давайте мы так попробуем. Значит, запускаем нашу вторую часть, когда мы уже вот это все делали за дизайн. Ну, когда мы уже прикинули весь набор тестов, который мы хотим сделать. Так, у нас сейчас экземпл, да. И, опять же, на этом этапе, пока вот все эти моменты обрабатываются, мы, ну, опять же, могу сказать, мы, да, мы, Алиса Алексеевна, да, со своего опыта я это все дело отсматриваю глазами. То есть, как только вы глазами более-менее все отсмотрели, тут уже можно переходить к следующей стадии, когда будем запускать просто из браузера без запуска, без запуска браузера, вот так, некорректно выразилось. Вот. Первый тест у нас прошел, у нас идет второй тест. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, глазами все отсмотрели. Выглядит, что это примерно то, что нам нужно. И на этом этапе, что нам хочется интересно вспомнить. Во-первых, конечно, очень много кода выглядит совершенно несимпатично. И смотрим, сколько это занимает по времени. У нас, получается, три теста прошли за сколько тут? Минут 50. И, кстати, у меня такой вопрос. За сколько проходят ваши тесты, если у вас на работе какие-то тесты есть, как долго они идут? Опять же, просто из интереса. Вот. Теперь начинаем потихонечку избавляться от вот этих вот всех портянок и переходить, собственно, непосредственно к паттерному пейдж-обджет. Я вам покажу, что я написала. Вы, пожалуйста, поправляйте. Будем вместе доводить это до ума. Что еще здесь интересного можно сказать на этом этапе? В общем-то, ничего. На мой взгляд, это мы с вами уже преодолели. Собственно, что из себя представляет паттерн пейдж-обджет? Кто мне напишет? В чем его суть? Я тут пока покажу уже более-менее готовый вариант. Пока спрошу, есть ли кто-то из аудитории, кто-то, может быть, хочет сказать, что это за паттерн, зачем он нужен. Может быть, у вас есть опыт его использования или наоборот, вы про него слышали, но хотели бы узнать что-то. Какие у вас есть конкретные вопросы про этот паттерн? Пользователь 2075 уточняет, что у него тесты проходят быстро с помощью XDIS. Тесты являются независимыми, они запускаются параллельно. Их, в общем-то, проходит за пару, ну, 500 за пару минут. Это прекрасный результат, что тут можно сказать. Прекрасный результат XDIS. Мы, кстати, тоже проходим. Сегодня мы его с вами рассматривать не будем. Мы чуть больше сфокусируемся непосредственно, что себя паттерн представляет. Но, тем не менее, если мы пишем тесты независимыми, у нас появляется прекрасная возможность запускать параллельно. Вот. Скажите, пожалуйста, про паттерн P-Job. Кто-нибудь что-нибудь про него знает, что он на себя представляет, зачем он нужен? Совершенно очевидно, что любые паттерны нам нужны, чтобы сокращать код, чтобы он был легко поддерживаемый, чтобы он был читаемый, чтобы там было мало дублирующегося кода. Зачем нужен паттерн P-Job. Продолжение следует... 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 Спасибо. Пользователь 20, 75, 75. Жаль, я не могу выдавать потом какие-нибудь эти очистки, как там самый активный пользователь, пользователь которому отдал больше всех правильных ответов. Вот. Да, действительно, паттерн PageObject позволяет нам разделять данную логику и реализацию. В общем, в этом его суть. Мы все разделяем. Сейчас посмотрим, как это выглядит на конкретном примере. На каждую страничку по классу, на каждый элемент свои методы. В общем, да. Давайте посмотрим, как бы, с чего это начинается и как это, что это из себя представляет. Сейчас как-нибудь я тут размещу. Да, в общем, смотрим. Вот у нас есть, собственно, папка, которая называется Intensive. Intensive – это проект, там у вас может называться как угодно, там, автотест или что-то такое, который мы завели для того, чтобы сегодня с вами в нем поэкспериментировать. Значит, в нем у нас появляется дополнительный каталог PageObject, в котором вот эти вот все обработчики, вот вы их здесь видите, да. У нас их с вами чрезвычайно мало, потому что у нас очень маленькая функциональность под автоматизацию, но тем не менее. В больших проектах они как, ну, на каждую страницу у вас будет свой вот этот файл. Также у нас есть здесь папка с элементами. Опять же, конкретно сегодня одна пустая. Я все элементы обрабатываю на уровне PageObject, но потенциально в этой папке хранятся все эти классы, которые будут обрабатывать элементы. Например, как, что это из себя представляет. Смотрим, как теперь выглядит тест. Да, согласитесь, запись куда более интересная, куда более комфортная. Что здесь есть интересного? Я его, правда, не успела немножко дописать, но тем не менее мы сейчас с вами вместе, может быть, и успеем его дописать. На что здесь мы обращаем внимание? Ну, естественно, мы импортируем селеневский вебрайвер. Из наших PageObject мы импортируем HousePage. Там мы будем обрабатывать вот эту страничку логина, да, страничку аутентификации. У нас для этого есть специальный класс. Что он из себя представляет, давайте посмотрим. Он, в свою очередь, является, да, наследником по отношению к BasePage. Мы сейчас к нему тоже посмотрим, что он из себя представляет. Да, в нем по-большому есть всего лишь одна функция, которая называется LoginWiz, которая, в свою очередь, вот это вот уже идет обработка непосредственно элементов. То есть, если бы мы чуть более серьезно подходили к этому проекту, то, конечно, обработка конкретных элементов, она у нас находится в каталоге Elements. Да, вот это вот структурирование – это, в частности, одно из свойств PageObject. Что у нас здесь есть? Смотрим. У нас есть input e-mail. Ну, не e-mail – это логин, но, допустим, логин может быть e-mail, да. Сюда мы прописываем ID-шники. Вот by ID – это то, с помощью, ну, как конкретно мы будем цеплять какой-то локатор, как конкретно мы будем цеплять какой-то объект. Можно по ID-шнику, вот у нас, для примера, да, есть два ID-шника. Опять же, если у вас есть возможность по ID-шнику, это совершенно прекрасная возможность, вам очень повезло. Можно с помощью XPath. Вот, в общем, такой вариант у нас тоже есть. Опять же, получить XPath вы можете прямо вот из панельки F12, когда мы смотрим, да, консоль. Сейчас, одну секунду. Вот. В этом, как правило, тоже нет сложностей. Что у нас здесь еще интересного происходит? Вот у нас опять эта функция logiz.with. И у нас здесь есть уже непосредственно мы начинаем обрабатывать конкретные элементы. Вот у нас здесь есть некоторый элемент. Сейчас посмотрим, откуда он растет. Вот, может быть, кто-то из вас, кстати, предположит, откуда он здесь ялся. Вот. Мы ему передаем непосредственно элемент, да, как мы этот элемент будем искать и, собственно, что мы будем делать. Вот send case – это вот тот самый этап, который, как вы помните, из портянки, который заполняет нашу страницу. Сейчас вам давайте на всякий случай это покажу, чтобы всем было понятно. Опять же, это вот одна из причин, почему мы сначала, опять же, почему я, по крайней мере, всегда, когда начинаю сначала, всегда прописываю вот эти, такую вот длинную портянку первого теста. Так вам легче познакомиться, как-то сориентироваться, понять, где какие методы, что они делают, и как-то с ним поближе познакомиться. Когда вы, опять же, в некоторых случаях начинают, у кого опыта много, например, с page object, вы можете сразу уже, вы знаете, вы хорошо ориентируетесь в этом паттерне, сразу везде себе создать нужные разнообразные классы. В случае, если у вас опыта, например, не очень много, и вы только начинаете, не бойтесь, не стесняйтесь, пишем портянки, знакомимся с методами, потому что, чтобы вот такая запись, где она у нас тут была, чтобы она не являлась для вас какой-то сложной. Лучше сначала потестировать, все как бы пощупать. Что значит у нас вот эта вот запись значит? Сейчас я посмотрю, дал ли кто-нибудь ответ. Смотрим, что это, в общем-то, такое. У нас есть некоторый класс, который называется базовый класс, base page, что этот класс из себя представляет. Для тех, кто не знает, кстати, может быть, если кто-то из вас знает, тоже напишите, пожалуйста, что значит вот это нижнее подчеркивание. Как мы видим, у нас здесь есть один, по-моему, метод без нижнего подчеркивания и много методов с нижним подчеркиванием, начинающихся с нижним подчеркиванием. Напишите, пожалуйста, что это значит, как вы считаете. сталкивались ли вы с такой формы записи в питоне если вы в принципе опять же мы с вами сопа еще не знаю насколько вы знакомы да у нас с вами аудитория очень разные нас смотрят сейчас наверное люди с разным бэкраундом но тем не менее скажу в ооп есть такой момент да одно из собственных свойств это правит паблик есть публичные методы и методы правит приватные вот в питоне по крайней мере в питоне 3.8 точно мне кажется среди тоже ходят слухи что они хотят реализовать паблик правит но какой здесь есть нюанс вот это вот нижнее подчеркивание означает что метод правит то есть его нельзя использовать в других местах кроме как в этом классе да в других объектах в питоне опять же вы потенциально вы можете это сделать но это называется так называемое сложное слово конвенциональное соглашение между программистами все правит методы пишутся с нижнего но пишутся с нижнего подчеркивания вот такая вот интересная особенность такое вот интересное соглашение опять же мы это все будем проходить подробно сейчас мы на это тоже останавливаться не будем продолжаем рассматривать собственно что из себя тест представляет итак мы сюда попали перешли вот по элементу да как мы помним у нас здесь написано обработчик элемента как мы видим здесь у нас вызывается другая функция давайте посмотрим что у нас происходит в этой функции мы сюда передаем локатор да как вы помните локатор мы пробрасываем еще вот из юзер логин форм да и у нас какое-то время мы должны подождать и будут ли у нас какие-то ошибки там не будут ли у нас какие-то ошибки да потому что как вы помните вот в тех самых портянках в чем там были проблемы нет никаких ассертов ничего нет это по большому счету не тест а просто набор каких-то действий да самое важное в тесте что чтобы мы зафейлились случае если что-то пошло не так и у нас был пас только в случае если функциональность работает так как мы хотим и у нас проверено ожидаемое поведение вот это важный момент то есть тут у нас в классе base page мы обрабатываем элементы в плане ассертов вот что здесь еще соответственно есть интересно на что хочу я обратить ваше внимание нас с вами остается к сожалению не очень много времени давайте попробуем возвращаясь к тест ассептанс на приемочные тесты помимо прочего мы также в любом случае будем импортировать юзер логин форм вот он у нас здесь можно это мы также можем это попробовать сделать просто для того чтобы опять же поэкспериментировать можем попробовать и через ауспейдж повызывать посмотреть что получится вот давайте мы эти тесты сейчас запустим и у меня к вам следующий вопрос что еще здесь нужно соптимизировать как вы понимаете мы каждый раз двигаемся поэтапно и какие то добавляем новые истории вот как бы чтобы вы еще в этом тесте дописали может бы здесь есть как вы считаете что то лишнее на что что нужно удалить что делается там в каком-то другом месте это правильно то что это здесь это некорректно пока вы думаете давайте посмотрим как это у нас работает я надеюсь работает но это не точно так что-то не то сделала сейчас секунду вот Как вы могли заметить, что сейчас пошло не так? Где вы видите ошибку? Что сейчас пошло не так, как вы считаете? Ну, опять же, вот если мы сейчас просто посмотрели, давайте, может быть, еще раз запущу, обработаем с вами эту ситуацию, вот, но тем не менее у меня, собственно, к вам вопрос по-прежнему, что сейчас пошло не так, как вы считаете, что сейчас было неправильного? Давайте еще раз посмотрим, чтобы определиться, что у нас сейчас происходит. Нет обработки результата, псевдоприватные классы, то есть нельзя, но если очень хочется, то можно. Так, тут какой-то первоисточник, пока не могу открыть ссылку, потом посмотрю, спасибо. Нет обработки результата, да. Что еще? Что еще вы заметили, что здесь происходит? Евгений предполагает, что можно прикрутить. Параметризацию сократить количество строк, да, как один из вариантов. А что еще было не так? Вы совершенно правы. Понятно. Продолжение следует... Такой вопрос. А вам не показалось, что браузеров открывалось подозрительно много? Не заметили? Не обратили внимания? Или их нормальное количество открывалось? Как вы считаете? Продолжение следует... Евгений уточняет, зависит от идеи. Ну, нет, так-то, в общем, да. Но то, что драйвер не закрывался, да, конечно, мы еще драйвер не закрывали. То есть на этом, к сожалению, наше время на сегодня заканчивается, но тем не менее, он совершенно прав, что когда мы двигаемся вот так вот поэтапно, начинаем разрабатывать тесты, на каждом новом этапе мы сталкиваемся с новыми сложностями. Например, если бы у нас сегодня с вами было чуть больше времени, да, то мы бы... Следующим шагом мы бы обязательно сделали... Мы бы прикрутили параметризацию, да, чтобы сократить количество строк. Нет обработки результата. Об этом, кстати, еще кто-то сказал на этапе дизайна тестов, что это, кстати, тоже очень важно, да, собственно, какой у нас ожидаемый результат, корректно ли мы проверяем сообщение. Что у нас еще здесь есть? Закрытие драйвера, открытие, закрытие драйвера, да, опять же, как обрабатывать ситуацию, если, например, в драйвере какие-то ошибки. Мы сейчас эти ошибки, по-моему, не хендлили, но об этом имеет смысл задуматься. Вот. Пользователь 207575 предлагает возвращаться к фикстуре на сессию, а не на новом, а не новый браузер в каждом сессии, в каждом тесте. Да, вот видите, вот здесь повторяющаяся штука, и это тоже неправильно. Ну, как, так можно сделать, конечно, никто с вами ничего не сделает, но это, в общем, тоже надо уносить фикстуры. Вы правы. Так, на этом наш коротенький интенсив заканчивается. Давайте вернемся к презентации. Вы совершенно верно отметили, собственно, следующие шаги, которые нужно сделать для того, чтобы вот этот наш проект довести до какого-то… Ой, не стало слайда. Да, до какого-то вменяемого результата и для того, чтобы уже мы могли приступать к следующей стадии, да, прикручивания к Дженкинсу. На этом у меня все. Большое спасибо, рада была вас всех видеть, я так понимаю, некоторых я уже узнала, вы были как минимум вчера. Сейчас я пришлю ссылку на опрос в чат. Если у вас есть возможность, пожалуйста, пройдите. Еще раз спасибо всем, кто пришел. Рада была с вами познакомиться. Пока-пока. Если у вас есть какие-то вопросы, я еще здесь пару минут нахожусь. Сейчас я буду вам ссылку тут копировать и постараюсь ответить на ваши вопросы. Так. Так. Коллеги, если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте, что-нибудь постараемся прояснить. Пожалуйста, не уходите, я сейчас пришлю ссылочку в одну секунду. Она у нас потерялась тут чуть-чуть. Ссылка в чате. Еще буквально минуту жду, может быть, у кого-то будут какие-то дополнительные вопросы, пожелания, предложения. Спасибо. 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 Вопросов пока больше не вижу. Наверное, все уже ушли. Коллеги, пока-пока. Спасибо, что были. Субтитры сделал DimaTorzok